А сейчас Черный Человек, исполнитель Андрей Гетман, художественное слово, Оливина Максимова, Гавой, заслуженный артист России, Ярослав Ломов, контрабас, Татьяна Смирнова, Фортифьяна. Аплодисменты. 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 Я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным поем, Только к рощам в сентябре осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как рыльями птица, Ей на шее ночи маячит большими в ночь. Чёрный человек! Чёрный! 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 Чёрный человек на кровать ко мне садится. Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь. Чёрный человек вводит пальцем по мерзкой книге, И гнусавя надо мной, как над усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдынки, Нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек! Чёрный! 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 Слушай, слушай, поручит он мне в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлотатов. В декабре в той стране снег да диабло чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, потому что это хоть с небольшой, но хватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, — говорит он, — есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах. И когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, Самые высшие в мире искусства. Человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Чёрный человек, глядит на меня в упор, И глаза покрываются голубой плеводой, Словно хочет сказать мне, Что я, жулик и вор, Так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. КОНЕЦ 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 СПОД КОНЕЦ 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 Нужно и глупо страдал лисонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой милу? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, И ты будешь читать свою томную, дохлую лирику? Ах, люблю я поэтов, западный народ, В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую, Как прищавой курсистке длинноволосый урод Говорит о мирах, головой истекая из дома лю. Не помню, не знаю, в одном селе, Может, в Калуге, а может, в Рязани. Жил мальчик в простой крестьянской семье, Желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал взрослым, потому ж поэт, Хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой И свалею милою. Желтоволосый, с голубыми глазами. Желтоволосый, с хвостом, с большим darf ik Noneep Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают